Трагически закончились эти сутки в зоне АТО. Погибли двое украинских военных, шестеро были ранены, пострадали и мирные жители. В Красногоровке мины взорвались во дворе местной школы и на улицах города пострадала женщина. В Маринке осколочные ранения получили двое гражданских. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Мины упали возле моего соседа и упали с чему-то на противо. Маринка улица Прокофьева. Бывшая Ленина. Вражеские мины начали падать средь бела дня. Под огонь боевиков попали несколько дворов. Это уже второй раз, полчетвертого где-то. Вон дырки, вот дырки. Вот так оно все стояло. Бак пробитый тоже все. Как говорится мелочь. А вот жители этого двора спасла любовь к посиделкам на свежем воздухе. Компания обедала на улице, когда пробив крышу, вражеская мина взорвалась прямо внутри дома. Вот здесь, как ударило, и все. Летело все. А мы сидели вот так вот. Ну как, сидели, покушали, ну на воду. Увы, на этот раз не обошлось без пострадавших. Шрапнелью ранило несколько мирных жителей. Был произведен обстрел со стороны временно оккупированной территории. Прилетело 382-е мины. Пострадал мужчина с 46-го года рождения и девушка с 97-го года рождения. Обоих раненых доставили в больницу, оказали помощь и отпустили по домам. Помощь оказана в объеме первичной хирургической обработки огнестрельных ран. Там было два случая. Локтевого сустава с наличием инородного тела и левой голени у девочки. Без наличия инородного тела поверхностная рана покасательная прошла. В общем, все амбулаторно лечатся. Всех все хорошо. О девушке известно, что она приехала в Маринку из Донецка всего на один день навестить родственников. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.